Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро, по-прежнему в эфире. Я, Абик Элкин, Юлия Петрик. Да, у нас сегодня на прямой связи с нами. Сейчас выйдет глава общества доктор Коун, Марьяна Миловская. И мы поговорим об акции, очень важной, которую проводит доктор Коун. С этого и начнем. Марьяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно быть у вас с утра. Да, нам тоже приятно вас видеть. Вот действительно, после пандемии, понятно, что в пик пандемии был определенный перерыв. Вот сейчас опять общество доктор Коун начал снова организовывать благотворительную кампанию. Ну, под заголовком, так, наверное, можно с латышского перевести. Помоги выздороветь, а не лечиться. Наверное, так. Ну, что-то в этом роде. Давайте подробнее об этом. Да, вы знаете, действительно, прошлый год был достаточно такой год паузы. Надо сказать, что был год паузы только в смысле именно с фондрейзника и финансовый. Мы не делали благотворительную кампанию. Но мы работали практически весь год пандемии, чему мы безмерно рады, что больницы, в принципе, разрешили нам работать. И мы были там, где нас очень ждали, как дети, так и родители. Вот, поэтому в этом году, конечно, нам было очень актуально всё-таки сделать кампанию по сбору средств, чтобы мы могли продолжать работать. И кампания начиналась уже 1 августа. И вот буквально-буквально в конце прошлой недели она закончилась. То есть в течение двух месяцев были всевозможные варианты, как люди могли поддержать работу докторов-клоунов, чтобы мы продолжали работать в больницах. Можно было жертвовать в коробочках ВИМИ, можно было покупать носы, можно было покупать мороженое ТИО, можно было жертвовать нам на счёт. То есть каждый год мы пытаемся найти какие-то ещё дополнительные варианты, чтобы, во-первых, само пожертвование было очень просто и легко. Мы знаем, что мы все спешим всё время, у нас нет времени, и нам надо хочется сделать добро, но это слишком долго, мы не знаем, как и не знаем, куда. Мы со своей компанией и акцией всегда хотим это как можно больше упростить и объяснить, для чего, куда и зачем нужны эти денежки. Да, в этом же году у нас был такой пилотный проект. Один из наших докторов-клоунов, который много ездит на велосипеде, решил поддержать детей, тех, которые находятся в больнице на долгом лечении. То есть они или очень долго проходят лечение, или очень часто возвращаются. И для них это такой большой марафон выздоровления, в котором очень им нужна поддержка. Поэтому наш доктор Яухолос проехал 2000 километров от Риги через все больницы, в которых работают доктора-клоуны в поддержку тех деток, которые очень долго должны находиться в больнице. Потому что как раз-таки им еще сильнее нужна эмоциональная, психологическая поддержка, не только им, но и родителям, которые, в принципе, постоянно находятся с ребенком в больнице. Это в этом году было что-то такое новенькое в нашей компании, именно по сбору средств. Мы надеемся, что мы это продолжим. В регионах люди все очень были отзывчивы. С Янисом ехали какие-то промежутки времени. Нас поддержало много новых предприятий, которые позволили, в общем-то, очень быстро марафону случиться. И мы очень благодарны всем тем, кто нас поддерживал. Я даже боюсь начинать, наверное, упоминать все компании, потому что их такое количество, что мы с вами расстанемся надолго. Поэтому, да, хочу сказать огромное спасибо всем предприятиям, кто нас поддерживал, всем людям, кто жертвовал. И не только жертвовал, Данюшка делился информацией. Для нас все это безумно важно, для того, чтобы доктора-клоуны могли продолжать работу. И на что планируется направить собранные средства? Я так понимаю, что у вас несколько направлений деятельности в этом году. Помимо оказания помощи, вы еще хотите открыть набор, сделать очередных докторов-клоунов на обучении. Да, как вы показываете, на самом деле самое важное для нас это продолжать работу. Потому что, почему же мы, когда мы начинали проект, мы нам сразу коллеги из всех стран сказали, вы обязательно подумайте 10 раз перед тем, как начинаете. Потому что если вы начинаете, то вы обещаете и берете на себя ответственность как перед больницами, так перед детьми и родителями, что вы будете предоставлять им эту помощь. Вы не можете в один момент сказать, извините, у нас закончились деньги, мы сейчас остановимся. Поэтому большая ответственность. Для нас самое важное, примарное, это продолжать помощь по крайней мере в том объеме, который она есть. Ее сейчас не хватает, но по крайней мере в том объеме, к которому привыкли. Это первое. Второе, да, вы правильно указали, у нас сейчас появилась возможность сделать школу региональную больше. У нас сейчас есть нехватка персонала и докторов-клоунов, которые работают в Латгальском регионе, то есть это город Дагу, Пилсерезок, Минские больницы, а также Лепайская больница и Венспилская. И, в общем-то, мы решили, что мы возьмем несколько человек и в Ригу тоже. Мы будем рассматривать, конечно, варианты, но буквально несколько мы возьмем. Нам очень важно, чтобы в больницах, которые привыкли к действиям, доктора-клоуны, они продолжали работать. Нам в этом году 9 лет, и понятное дело, что, в общем-то, персонал меняется, а так как работа доктора-клоуна достаточно тяжелая и, скажем так, не самая лучшая оплачиваемая, а действительно все идет на энтузиазме, на желании людей помогать, то, конечно, и у нас получается, что есть какие-то люди, которые через 5-6 лет хотят двигаться дальше и, к сожалению, не могут больше заниматься. Поэтому сейчас мы ищем новых коллег и очень-очень приглашаем. Зайдите на нашу страничку Фейсбука, зайдите на www.drclowns.lv, найдите, у нас есть анкета. До 17-го числа можно подать заявку в школу докторов-клоунов. Кто может стать доктором-клоуном? Какие требования профессиональные или это не обязательно иметь специализированное профессиональное образование? Кто этот человек должен быть? Вы знаете, по профессии человек может быть совершенно кем угодно. У нас уже за опыт от 9 лет профессии и то, чем занимались люди, были очень разные направления. На данный момент нам очень важно, чтобы человек, наверное, осознавал, что же такое доктор-клоун, чем он занимается, потому что есть много возможностей найти информацию. Мы очень ждём, что люди, кто будет нам подаваться, уже её прочитают, узнают и действительно глубинно будут понимать, чем же занимается доктор-клоун, что это работа серьёзная, глубокая, долгосрочная, требующая действительно глубокого погружения и, в принципе, большого времени своего дня. Это первое, это самое важное. Второе, для нас очень важно, конечно, психологическая осознанность человека, чтобы он понимал, зачем он хочет идти в доктора-клоуна, что это психологически непростая работа, непростая задача, чтобы человек понимал, что она очень много от тебя берёт, она, конечно, много даёт, но надо осознавать, где же ты можешь наполняться помимо работы докторов-клоунов. Третье, это, конечно, творческие люди, которым хочется заниматься творческими вещами. Они готовы импровизировать, они готовы учиться. Артистичные люди. Не обязательно, чтобы был артистичный опыт быть на сцене, но важно желание этому учиться. Очень важно желание учиться. Учиться придётся много и, в общем-то, продолжительно. Все доктора-клоуну продолжают учиться и после того, как заканчивают школу. Конечно, важно любить работать с детьми, потому что вся работа, 90%, я теперь уже не 90%, наверное, 70%, 75% это работа с детьми. Уже остальное это у нас родители, медперсонал, но, конечно, самое главное у нас целевая аудитория это детки, которым надо помочь. Надо любить это дело, надо хотеть этим заниматься. В общем-то, это главные вещи, которые надо обладать для того, чтобы подать и прийти к нам на отборы, которые будут достаточно тоже большие, интересные, я думаю, для всех. и после этого мы будем создавать группу. Группа будет в любом случае точно максимально, не более 20 человек, в этом году нам хотелось бы поменьше, но будем смотреть, какие люди будут подаваться и как они будут проходить у нас в отбор. Основная задача доктора Клоуна это именно участие в этой терапевтической программе помощи детям снять стресс во время лечения. То есть дети, они тяжело переносят нахождение в больнице, разлуку с родителями, наверное, да, то есть какие, может быть, моменты, какие навыки должны быть, должны быть, да, у доктора Клоуна, чтобы вот помочь деткам снять стресс? Наверное, во-первых, это должна быть эмпатия, то есть доктор Клоуна должен чувствовать в тот момент, что ребенок, что ему нужно, но при этом мы, конечно, учим этому тоже, но надо уметь и себя ограждать тоже. Нельзя только воспринимать и ужасно переживать по поводу каждого ребенка, в этот момент надо уметь действовать. Поэтому эмпатия безумно важна, потому что очень важно понимать, что каждый ребенок, который напротив, каждому нужно что-то свое, с каждым в тот момент другой язык, разговор, а это может быть как разговор вербальный, разговор совершенно только бантомима, это может быть только музыка, это может быть какие-то шутки или что-то веселое, а может быть вместе с клоуном надо погрустить. Мы совершенно точно, доктор Клоун не заставляет ребенка, он не должен его рассмешить. Главная задача доктора Клоуна поддержать его в тот момент, таким образом, таким ребенку больше всего это необходимо. Да, поэтому, наверное, это самый важный навык персональный, который должен быть у человека и который он готов развивать. Помогает ли программа детям выздороветь? На ваш взгляд, вот как вы оцениваете вашу деятельность? Действительно ли помогает? Когда-то наша коллега, Яна Сэкста, как актриса в театре Табагерки, мне очень понравилось, как она назвала, что доктора это лекарства, а доктора Клоуна это витамины, которые помогают действовать этим лекарством. То есть, понятное дело, что самую важную работу в больнице производят доктора, а мы те, кто помогаем им, чтобы эта работа проходила более эффективно, а для ребёнка легче, и, наверное, чтобы у него не оставалось, чтобы у него оставалось как можно меньше негативных воспоминаний у больницы, чтобы не было такого, что когда ты приходишь в рослух возрасте устраиваться на доктора Клоуна, я говорю, вот я был в детстве, я боюсь белых халатов до сих пор. Да, чтобы детей не оставалось этих негативных воспоминаний, которые действуют на них очень долго, мы знаем, что бывают какие-то мелочи, которые действуют на самом деле, а потом всю жизнь, какие-то фобии, страхи, то есть задача доктора Клоуна, как можно более минимизировать эти вещи и заставить ребёнка вспомнить, что всё-таки он ребёнок, и позволить ему в детстве находиться, даже если не в том, что это больница, что это серьёзное лечение, может быть, и серьёзное, очень болезненное. Да, может быть, такой последний вопрос, как-то пандемия наложила отпечаток, ну, наверное, там, не знаю, доктора Клоуна тоже уже вакцинированы, как вот это что-то повлияло? Ну, я думаю, что как на всех изначально это был огромный стресс, непонимание того, что же будет происходить дальше, и для всех это было такое пауза во всех ощущениях, в действиях, но когда мы начали работать, а начали мы работать достаточно быстро, мы начали работать сначала под окнами, а потом понемногу мы стали заходить в больницу, мы стали жить в этой действительности, которая сейчас происходит, то есть мы стали адаптироваться, и это очень важно, потому что нам важно помочь тем людям, кто, может быть, не могут так сильно адаптироваться, наша задача адаптироваться куда быстрее, поэтому, да, для нас это были первостепенные задачи, найти те способы, какими мы можем помочь, и как мы можем действовать, несмотря на то, что происходит вокруг нас. Мы работали под окнами, мы пытались, мы всё ещё будем работать над тем, что каким-то образом работать онлайн. Конечно, это не то же самое, но мы стараемся находить какие-то выходы. В общем-то, мы благодарны больнице, доверие, которое нас пустило работать в больнице. И это, я думаю, действительно очень многого стоило как для детей, для родителей, а также, поверьте мне, для медперсонала, который был в трёх-четырёх масках с этими закрывателями. То есть у всех был большой стресс, и это очень помогло. Поэтому адаптируемся как можно быстрее и пытаемся помочь теми способами, как мы можем остальным обществом. Да, Марьяна, в завершении буквально ещё несколько слов о том, с чего мы начали, об этой акции, так чтобы люди запомнили. Да, акция на самом деле закончилась. Мы ждём теперь новые, у нас будет 1 апреля, все готовимся к Дню Красного Носа. Но докторов-клоунов можно продолжать поддерживать. Это очень важно, потому что доктор-клоун работает регулярно в больнице. И для нас очень важна регулярность и регулярная поддержка. Поэтому сейчас доктора-клоуна можно поддержать, зайти на страницу ОВД РКлоун ЦОВ и сделать пожертвование по сердцу, как вы чувствуете, сколько вы хотите. Для нас очень было бы важно, если бы вы подключили регулярное пожертвование. Сейчас это сделать очень просто, через карточку, буквально два клика, и вы можете поставить то регулярное ежемесячное пожертвование, которое возможно для вашего бюджета. А нашей компании, да, мы безумно благодарны всем, кто помогал. С нами, как всегда, был наш партнер Food Union, который с нами 9 лет. И теперь это мороженое Тио, которое, мне кажется, было приятно и вкусно, и можно поддержать. С нами, как всегда, было Рими, где можно было купить красный нос доктора-клоуна. И ТВН, который нас поддерживал, и Радио Болтком, кстати. Огромное вам спасибо, потому что Радио Болтком выпускали наши клипы. Для нас это очень-очень важно. Иван, спасибо за работу. Глава общества доктора-клоуна Марьяна Миловская у нас была на прямой связи. Большое спасибо Мариане. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям. Вот так вот у нас время быстрого эфира подошло к концу. Два часа пролетели. Спасибо большое Юлия Петрик, Абик Алкин. Абик Алкин, да, спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин